на канал из гет поставил вопрос о ночной молитве почему святые любили молиться по ночам все это почему не днем ночью спать хотеться ночью казалось время отдыха но ночная молитва она конечно бывает особой в том смысле что ночью все стихает ночью не отвлекают молящегося никакие дневные планы никакие дневные раздражители ночью зачастую делают какие-то и темные дела и греховные дела и когда человек встает на молитву он как будто противостоит тому злу который где-то другом конце земли города или место где он находится там где-то творятся человек встающую ночью на молитве удобнее представить перед богом многие старцы духовники советовали своим чадом вставать ночью если не спится если ты лежишь не можешь заснуть почему тебе не встать не подойти потихонечку к иконам может даже не включая свет заживший лампаду и не помолиться перед иконами или теми молитвами которые ты знаешь наизусть или своими словами с богом поговорить бывает так когда мы говорим заученные тексты или читаем или вернее сказать эти тексты помолиться словом сердце наше не работает когда мы так не очень привычно подойдем к богу в простоте в такой детской непосредственности скажем ему самосокровенное поговорим с ним как с нашим спасителем отцом другом самым близким ради чего мы живем ради кого мы живем вернее сказать когда мы поговорим с ним то сердце наше вдруг откроется то что господь его коснется и дух святой сам скажет подскажет нам о чем молиться о чем просить что сказать иногда можно и не говорить ничего просто постоять и побыть перед богом молчание как человеком но не обязательно время говорить можно говорить говорить но человек у тебя устает уже можно просто помолчать побыть человеком разделить с ним его жизнь также с богом тоже можно разделить его божью жизнь побыть с ним митрополита антония суворовского был такой рассказ когда к нему подошла одна монахиня и спросила владыка а сколько мне раз читать иисусовых молитв по ночам это сколько ты читаешь ну там скажем полторы тысяч а ты знаешь ты ночью встань подойти к иконам и ничего не говори как ничего не говорить я же приклад молиться но ты просто помолчи ты послушай бога побудь с ним она побыла с ним с богом и потом вернулась владыки говорит я все поняла дело в том что в молитвах очень важно благоговение ставить себя перед богом говорит как бы во уши божия и стоять как бы перед очами божьими присутствие его вот это присутствие божие очень важное условие для молитвы которая может быть словесной мысленной она может быть и молчаливой сокровенным сердцем поэтому не будем пренебрегать таким возможностями сходить иногда на ночную службу у кого есть силы для этого если не спится встанем постоим перед иконами скажем богу несколько слов или просто помолчи вместе с ним благодарим его за все и такие молитвы конечно будут иметь свои плоды потому что они будут помогать нашей вере сделаться живой искренней простой естественной ситилиан толтоустой так говорил о ночной молитве ночью и ум свободнее можно вознести к богу ночные молитвы к покаянию обратят вас их пачи дневных послушать бог если ты ночью выйдешь из дома то заметишь вообще молчание и твоя душа становится в это время чище и умы твой легче на молитву внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео спасибо за просмотр! Продолжение следует...